Друзья, у нас очередной гость на канале. Представляйтесь. Евгений Сысоев, управляющий партнер Aventures Capital. Аventures Capital. То есть вы где-то из Киева, да? Откуда вы? Мы проводим время 50 на 50. У нас два партнера, которые основали компанию. Мы проводим время у нас жены базированы в Киеве. При этом у нас основной бизнес в Америке. Что мы делаем? Мы берем украинские стартапы, которые имеют глобальный потенциал, особенности выйти на американский рынок, помогаем, инвестируем в них деньги, помогаем им выйти на этот американский рынок. По факту все наши компании зарабатывают в основном деньги в Штатах. Это продуктовые компании и стартапы. При этом у них основная разработка и часть операции в Украине. А как вы их находите или как они вас находят? Как это вот смыкание происходит? Ну это взаимный процесс. То есть у нас сегодня портфель, у нас сегодня есть имя. То есть самые лучшие предприниматели из Украины приходят к нам сами. Когда мы начинали, мы сами скучались в двери, искали таланты, объездивали всю страну. То есть было время, когда мы сделали 500 встреч за полгода, то было 500 стартапов из Украины и сделали первые две инвестиции. Сейчас это в Украине тысяча IT-стартапов. Мы занимаемся только основным IT. И сейчас это уже взаимный процесс. У нас номер один источник сделок – это introduction. Это introduction, когда нас знакомит предприниматель, который проинвестировал, поскольку у каждого успешного IT-предпринимателя есть круг друзей других предпринимателей, и они дружат, глубоко понимают то, чем они занимаются. Они нам рекомендуют, мы инвестируем в компанию. То есть вы не то, чтобы сейчас бы сказали, ребята, земляки, все, кто нас смотрит, у кого идеи есть, присылайте мне e-mail, сейчас будем вам деньги давать. Такого призыва нет. Первое, я так не сказал, может быть, призыв есть. Призыв простой. В Украине много классных инженеров, которые стоят копейки в сравнении здесь. На самом деле мы очень многим друзьям из Америки помогли открыть там центр разработки. То есть если у вас есть идея, вы думаете, первое, что можете сделать – кинуть клич, написать нам или связаться с нами, приехать в Украину, открыть свой центр разработки. Это, в принципе, весь регион. Особенно если вы изначально с нашего региона, то таким предпринимателям зачастую это более выгодно построить центр разработки там. Конечно, иметь кучую компанию здесь. У нас в нашей компании 2, 3, 5, 8 человек здесь в долине, а там только разработка и часть операции. Если вы будете в Киеве-Сан-Франциско, напишите, мы с вами встретимся. Мы проводим время между этих двух городов. Киев-Сан-Франциско. Киев-Сан-Франциско. В основном занимаемся компанией, которая имеет здесь бизнес, там разработку. С нами очень сложно встретиться в других местах. Такой вопрос. Вот у нас много ребят с Украины, комментарии пишут на канале, смотрят наши видео. И есть, например, такая тема очень популярная. Вот люди говорят, что все рванули в IT. Ну понятно, там твердый заработок и так далее. И вот люди изучают, кто программировали, кто тестировали, кто еще чего. И говорят, а джуниоры говорят, никому не нужны. Вот что делать человеку, который учится, который хочет первую работу получить. Как его выделиться среди остальных и пробиться? Я вам скажу, все по-другому. Компании, даже здесь это еще больше. Компании сами бегают. То есть, если вы молодой специалист, если заканчиваете компьютер-сайенс-игри, и становитесь джуниор-девалтером сегодня в современном мире, за вами идет охота. В отрасе дикая нехватка, даже джуниор-специалист. Половина программиста во всем мире, а в Украине, наверное, 80%, как пример. Они не заполучали компьютер-сайенс-дегри, они были заканчивали техническую специальность. Может быть, просто даже математику, может быть, физику, может быть, еще что-то смешное. Но у них, в принципе, есть техническое образование базовое. Соответственно, таким ребятам очень легко получить дополнительное образование. Это даже не второе, а высшее. Это просто курсы. Походить на курсы по программированию. Здесь сейчас очень много онлайн-ресурсов. В Украине, например, есть ассоциация BrainBasket. На сайте написано все, что вам нужно сделать. Если вы так называемый свитчер, если вы получили одну специальную стать программистом, там написана пошаговая инструкция, что вам нужно сделать для того, чтобы стать. Как только вы будете даже иметь базовые знания, навыки, это может занять 6-12 месяцев, наверное, не больше. Для программиста. Да. Для начального уровня программиста. За вами компании будут охотиться. А вот за счет возраста. Я понимаю, что, допустим, кто-то закончил там по Микену Николаевичу Киренку, ему 23 года, он пошел переучиваться, мы понимаем. Но ему даже сейчас уже 24. А вот кому-то 35. И он пошел переучиваться. Ему как быть? Я знаю личную историю людей, которым за 45, и мать-одиночек, и ветеранов войны, которые решили это сделать. Конечно, что-то сложнее. Есть базовые вещи, которые важны в 23 и в 45. Желание. Желание переучиться. Освоение любой специальности, оно требует элементарно внутреннего желания посвятить достаточное количество часов, да, тысяч часов, чтобы получить новый навык, новые знания, которые перейдут в навык и так далее. Будь это программирование, будь, я не знаю, там, курсы по вязанию крючков, что угодно. Но оно требует коммитмента, желания. Если у вас есть внутренняя мотивация, вам это нравится, оно, вы придете к этому. Если вы чувствуете, что вам берете первое занятие, вам это не нравится, конечно, вам сложнее будет стать, сколько это будет требовать внутреннего желания, коммитмента и ежедневной работы. Вторая вещь, которую мы рекомендуем, если вы хотите получить вторую специальность, вам надо балансировать 6-12 месяцев, желательно каждый день, 5 дней в неделю, если вы работаете, значит, по вечерам или выходным, или берете какую-то паузу в работе, вы серьезно учитесь, как будто вы сами самостоятельно хотите получить вторую специальность. То есть между делом не работает. Но это не будет работать по полчаса в день. Да. Это может работать 4 часа. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Успехов вам в вашей деятельности по, как сказать, привлечению, развитию и становлению, там, ребята молодые, правда? Там же и все. У нас, на самом деле, что мы делаем? Мы соединяем две экосистемы. Американское и украинство. Мы помогаем американским предпринимателям устроить разработку в Украине или украинский предприниматель зарабатывает деньги в Штатах. Строим такой мостик между двумя экосистемами, с тем, что они лучше, чтобы у него существовало. У вас сотрудники там и здесь. Да. Мне даже, знаете, это такое, как бы, рифма такая. Есть два слова. Одно на немецком и на лидиш, а другое на иврите. Вот на немецком и на иврите есть слово «geschäftс». Швайс. Это «бизнес». Переводится как «бизнес». Вот. А на иврите есть слово «гешер». Это «мост». Да. То есть ваш «гешефт» — это «гешер». Это «мост». Готюниш. Хорошо. Вы сказали про то, что привлекает людей, работают в Украине. Это все сказали, да? Нет, это еще. У нас еще есть другое. Это не проект. Даже идея взгляделась. Да. Вы быстро запилили. На самом деле, Украина, Киев. Я жил в пяти странах. Я в Киеве попал первый раз, второй раз. Когда мне было 22 года, первый раз попал в 19. Я говорил, Киев как свой город жизни. После того, как жил в пяти странах, мне нравится «Киев больше всего жить». Мы делаем сейчас спецпроект про то, как рассказывать про возможности жить и работать в Украине, в частности в Киев, для тех, кто людей нашел. Поляков, Прибалков, россиян, Болдованов, Беларусь. Чтобы можно приезжать в Киев. Есть подфлик? Конечно. Я начал с того, что мне люди говорили, как это? Я говорю, как это? Я когда в Киеве, у меня каждый второй ужин или ланч происходит на английском языке. Потому что у меня очень много друзей, которые в Киеве. Канады, румыны, немцы, болгары, кто угодно. Всего моего бэкграунда. Я знаю очень много людей со всего мира, которые приехали в Киев. Но некоторые считают, что иностранцы не приезжают в Киев работать. Не то, что вы их там с девчонками красивыми знакомите. Не, ну может они сами познакомились, но я не знаком. У нас такого бизнеса нет. Хорошо. Понятно. Нет, ну какое, заманили. Один приехал, второй там, потом все и переехали. Ну ладно, спасибо большое. Спасибо вам. До свидания.